Приветствую вас. Не может ли быть такого, что вы в момент, когда запрагивается ваша эмоциональная безопасность, вы пропускаете себя, вот, и подавляете себя в этот момент. А потом, потом вы просто пытаетесь это компенсировать. Вот. Так, это, честно говоря, выглядит. И диалогом вы пытаетесь защититься от страха, а страх – это блок изменений. То есть вы боитесь изменений. Например, когда запрагивается ваша безопасность – это риск того, что ваше представление о самой себе не совсем корректно. И от этого вам больно. А диалог, внутренний диалог, вероятно, используется вами для удержания. Удержание вот этого образа себя. Привычного для вас образа. Образа себя. Который вам комфортен, но который может быть уже не совсем существует. Которого уже может быть нет. Который уже может быть не актуален. Но вам по-прежнему может быть больно. Признать, что этот образ не совсем реалистичный. Понимаете? Вот. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что вы боитесь изменений. Боитесь того опыта, который вас… Ну, который к вам стучится в вашей жизни. С одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. Есть еще. Ну, есть еще момент. С другой стороны. Внутренний диалог возникает из-за конфликтов, из-за противоречий. Например, в моем опыте это происходит, когда человек запрещает себе, образно говоря, быть собой. Запрещает себе быть разным. Или запрещает себе просто быть тем, кем он хочет быть. Порой, в моем опыте, это встречается не так часто, конечно. Но здесь все довольно индивидуально, как мне кажется. Поэтому я не буду утверждать наверняка. Вот. А когда голос родителя достаточно силен. Вот. Что может управлять человеком? Такое. Такое. Такое тоже может быть. К сожалению. Поэтому нужно смотреть. Что именно у вас конкретно? Ну, что конкретно? С вами происходит. Вот. О чем конкретно? Повествуют ваши страхи? Или повествует ваш страх? Если это страх. И о чем делал? Дальше. Дальше. По поводу теории. Вообще у меня сложилось некоторое впечатление такое. Что вы несколько негативно как будто настроены. Как будто, знаете, у вас попытки что-то изменить были неудачные. Вы разочаровались. Ну, может быть даже в людях разочаровались. Вот. И теперь, как бы, с очень большим недоверием относится к тому же, вот, ну, к помощи. Вот. Которые хотели бы получить. Что-то получить. А мне кажется, вот мне кажется, что вам важно довериться. Ну, довериться психологу. Довериться специалистам. Вот. Вот. И тогда вам можно будет помочь. А пока что, пока что, пока, ну, пока вы не доверитесь психологу, да, пока вы не доверитесь специалисту, помочь вам будет довольно сложно. К сожалению. Потому что, вероятнее всего, вы будете блокировать. Ну, вы будете блокировать просто. Любые попытки в попытках вам помочь. Вот. Как мне кажется. Опять же, повторюсь, да, то есть, ну, мне так вот кажется. Вот. 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 Ага. То, что я могу вам сказать сейчас. По крайней мере, опираясь на то, что, о, вот. Вы написали в своем сообщении. Я чувствую так же, что вы злютесь. Я чувствую ваше зло. Вот. И может быть, ну, может быть, может быть, может быть, такая ситуация для вас будет, ну, как бы, как бы, не знаю, приятная, может быть, а может быть, нет. Это злость прожить сначала. Сначала прожить эту злость, которая у вас есть. Те эмоции прожить, которые, ну, которые у вас имеются. Ну, вот. И уже потом. После этого. Этого. Двигаться дальше. Вот. Например, например, двигаться там. В сторону там. Ну, в сторону исследования себя, да. В сторону изучения себя и так далее. Вот. То есть это такой момент важный достаточно. Вот. Я надеюсь, что вы сможете обратить на него свое внимание. Так же, эээ, сложности с внутренним диалогом хорошо, эээ, достаточно хорошо, по крайней мере, продаются, ээээ, ну, что-то. Тонзактному анализу. Эээ, методу транзактного анализа. Вот. С этим тоже можно работать. Так же, эээ, я не совсем понял, честно говоря, эээ, какую теорию вы знаете. То есть вот, ну, условно говоря. Что это за, эээ, что это за теория. Вот. Ээээ, о какой теории речь идёт. Ээээ. Что это за теория, откуда вы, эээээ, значит, знаете эту теорию, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, ээээ, если, если вы хотите с этим всем разобраться, вот, а вот как, получается, у вас возникла проблема, и вы захотели себе помочь. Вы не обратились сразу к специалисту. Вы не хотели себе помочь. Вот. Ээээ, сами. Сами. Не через, эээ, столицу, да, а сначала начали сать теорию. И это тоже важный момент. Ээээ, чем продиктована такая позиция? Ваша? Ну, наверное. 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 Ээээ, в этом что-то есть для вас. То есть, наверное, вы для себя, ээээ, что-то пытаетесь, эээ, так решить. Это ваш подход, может быть, к решению трудностей, к решению каких-то сложностей и так далее. И мне кажется, что на это тоже нужно обратить вам свое внимание. Стараться, по крайней мере, это сделать. Вот. Эээ, чтобы разобраться, чтобы рассмотреть это. Вот. Попытаться. Попытаться. Понять. И решить уже, эээ, дальше, что, что, эээ, ну, что с этим делать. Вот. Потому что, пока, ну, понятно, что непонятно. Вот. Вот то, что я могу вам сказать на данный момент. С точки зрения, то, что, вот, с точки зрения психологии, то, что, с точки зрения психотерапии. Вот. Вот. С моего, моего опыта. Вот. Можно вам, скажем так, дать. Пока что. На этом всем. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно, как минимум. Надеюсь, что вы для себя сделаете какие-то выводы. Надеюсь, вы, эээ, ну, решите, эээ, обратиться к специалисту. Вот. А, ну, как бы, доверитесь, эээ, специалистам, я бы так сказал. И после этого уже, эээ, позволите себе пройти тот путь, который вам пройти нужно, так или иначе. Вот. Ну, а, в свою очередь, мы будем рады, рады вам помочь, так или, так или иначе. Вот. Если, так или, так или иначе, вы выберете работу психолога. Спасибо вам самого лучшего и доброго. Удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена, эээ, самым лучшим образом, каким только может быть. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Вот. Всего вам хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.